Магаданской областной думе прошло заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели семь вопросов. Один из основных стал проект закона о предоставлении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления, муниципальных образований Магаданской области и органами государственной власти Магаданской области. Данный проект закона разработан в целях повышения уровня координации деятельности заинтересованных органов в рамках принятия решений о выдаче разрешения на строительство, разрешении на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов регионального значения, финансируемых за счет средств Федерального областного бюджетов и внебюджетного фонда особой экономической зоны, а также сокращение административных барьеров, обеспечение соблюдения процедур и сроков получения разрешительной документации. Проектом закона определены отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в области градостроительной деятельности. Оно предусматривает передать органам государственной власти Магаданской области часть полномочий по предоставлению услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции объектов регионального значения. Кроме этого, установлен срок передачи и финансового обеспечения, а также предусмотрен переходный период для перераспределения полномочий. А в чем конкретно будут заключаться изменения? Как бы у нас существующая структура не справляется с выдачей разрешений и заключений о готовности к воду. Сейчас вы дополнительно просите денег на ту службу, которая на сегодняшний день, насколько я знаю, есть, функционирует. Речь идет о том, что органы местного самоправления в части бюджетных объектов зачастую достаточно долго исполняют свои функции по выдаче разрешений на строительство, на разрешение на воду. А в рамках реализации национальных проектов достаточно необходима оперативность в этом вопросе. Исходя из того, что строительство, скажем так, осуществляется за бюджетные средства и осуществляется силами, в общем-то, имеющихся органов, дирекция, муниципальный заказчик, министерство строительства. И у нас существует налаженный документ оборот внутри областной структуры. На заседании были рассмотрены поправки в региональный закон об административных правонарушениях Магаданской области. Кандидатура на должность мирового судьи судебного участка номер один Магаданского судебного района. План Магаданской областной думы по противодействию коррупции на 21-24 годы. Претенденты на награждение почетной грамоты Колымского Заксобрания. Зал для культурно-досуговых мероприятий, лекций, встреч, дискуссий, площадки для творчества, релаксации и учебы, студии, мастерские, места для занятий и курсов. 1 октября на базе детско-юношеского центра чтения открылась библиотека нового поколения, которая стала четвертой для области и первой для Магадана. Создается такое место, каворкинг так называемый, где человек сможет реализовать свой творческий потенциал. То бишь, допустим, он может найти своих единомышленников и здесь собираться на базе библиотеки и что-то творить, какой-то продукт выдавать. Вот, такие так называемые точки роста. И, ну, сейчас, наверное, мне еще рано об этом говорить, но я немножечко приоткрою завесу тайны, что бонусом для модельной библиотеки будет служить то, что люди, которые объединятся по так называемым интересам, они получат возможность на базе модельной библиотеки, им будет дан доступ для обучения, опять же, еще раз повторюсь, в высших учебных заведениях по их направлениям. Модельная библиотека, по словам Татьяны, подоматька. Это место притяжения, куда может прийти абсолютно любой человек с улицы, который может быть даже не читателем, но для него будут созданы комфортные условия нахождения в библиотеке. В следующем году в реализации проекта модельных библиотек будут участвовать еще две городские библиотеки. Также в следующем году еще две библиотеки города планируют подать заявки на вступление в федеральный проект «Культурная среда». В школе номер 20 поселка Сокол сделали новую крышу спортзала. Также летом провели косметический ремонт. Покрасили лестницы, частично отреставрировали крыльцо, забетонировали несколько ступеней, провели генеральную уборку. Кроме того, закупили посудомоечную машину. В этом году школа открыла свои двери для почти 40 первоклассников. Для них оборудовали специальные кабинеты в соответствии со всеми методическими требованиями. В общей сложности учебное заведение посещает более 450 ребят. Также в школе действует противоковидный режим. В этом году у нас сохраняется режим особый. Это противоковидные мероприятия, которые заключаются в том, что учащиеся приходят в школу ступенчато. Оборудовано два выхода. Естественно, термометрия проводится. На первом этаже у нас установлен стационарный прибор для учета температуры. А во втором входе стоит дежурный администратор, который измеряет температуру уже переносным устройством. Естественно, журналы и для детей, которые выявляются с подозрением, в медкабинет и сообщаем родителям, конечно. Руководство учреждения активно выполняет президентскую программу по организации горячего питания. Напомним, согласно документу ученикам начальных классов, в муниципальных и государственных учреждениях положен бесплатный ланч. Пополнился и педагогический коллектив. В школу пришли работать новые учителя. В этом году мы приняли нового учителя во второй Б-класс, так как наша учительница уехала, и поэтому была вакансия. Учителя пригласили с материка. Всего у нас в начальной школе 187 учеников. Для безопасности в школе действует программа «Антитеррор». В ее рамках приобретены два ручных металлоискателя. Кроме того, учебное заведение присоединилось к проекту воспитания. В его рамках проводят школьные и внешкольные мероприятия. Такие, как дистанционная всероссийская олимпиада, спортивные состязания и конкурсы. Например, в холле представлена выставка поделок учеников начальной школы. На заседании Координационного совета специалисты обсудили получение субсидий на реализацию общественно-полезных проектов. Деньги выделяются из местного бюджета. К участникам конкурса есть определенные требования. Налоги должны быть уплачены. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации. Заявки принимают с 5 октября до 8 ноября. К заявке на конкурс прилагаются копия устава, копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, справка налогового органа на первое число месяца, в котором планируется проведение конкурса, подтверждающая отсутствие у организации заявителей неисполненной обязанности по уплате налогов. У нас прием заявок идет до 8 ноября, соответственно, справка должна быть на 1 ноября об отсутствии задолженности по налогам. Прилагается также письмо-справка, подтверждающая отсутствие у организации заявителя на первое число месяца просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий всех уровней, как федерального, так и областного, и городского тоже. Для того, чтобы подтвердить реализацию общественно-полезного проекта, нужно предоставить фото-видеоотчеты. Заявки оцениваются по критериям, соответствии ожидаемого результата целям проекта, проекта, уставу и целям деятельности организации, наличие собственных ресурсов для реализации проекта и другое. После подачи заявки в течение 10 дней комиссия ее рассматривает. После объявляют победителей, результаты публикуют на сайте Магадана. Далее с победителями заключают соглашения, потом перечисляют субсидии. В третье воскресенье октября вся страна отметит новый праздник – День Отца. И папам не стоит забывать о своих правах. Например, отец, так же как и мать, может до достижения ребенка трехлетнего возраста ухаживать за ним. Время такого ухода мужчине засчитывают в страховой стаж. Учтут полтора года присмотра за каждым из детей, но не более шести лет в общей сложности. Также отец сможет получить материнский капитал, если мать такого права больше не имеет. Уход за ребенком инвалидом дает мужчине право выйти на пенсию в 55 лет. Кроме того, родитель может получать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Субтитры создавал DimaTorzok